Где, вот эту нажать? Нет Вот эту? Да, вот эту, вот эту Без разницы Включился? Да Ну давай, говори, откуда, кто такой, зачем пришел? Ну я с вами уже говорил, я Максимский был Так Когда мы встречались-то? Где-то месяца два назад Месяца два назад Так, у нас все записывается, выставляется в интернет Никогда против не был? Нет А сейчас не против? Тоже нет Ну да говори, что у тебя там есть такое Я выписал вам некоторые вопросы И по возможности ответьте Как почитать правильно иконы и мощи? Вот то есть я захожу в церкву, например Мне каждой иконе идти и вот, например, целовать ее Или вспоминать об этом человеке О святом Но у вас священники там есть? Священники есть? Да Вот к нему и подойдите Я же не вижу ни мощи, ни священник Он же рядом Мне как заочно такие вопросы отвечать? Вы подойдите ему и спросите Но искать надо У нас не торгуют У нас вот не торгуют нигде В наших храмах А вот еще у меня вопрос Как понять, или ты спасенный? И что такое рождение свыше? Вот как это почувствовать именно? А вы зарядите В интернет зайдите В ютуб И зарядите Отец Геннадий Фаст О рождении Фаст Фэ Фэ пера Фэ Потом А Федора Анна Дальше Софья Тамара Фаст получится Геннадий Фаст И о рождении свыше И вы у него все там увидите Угу Я на это уже отвечал много раз Мне тут Зайдите хоть на наш форум Зарядите о рождении свыше На ютубе на нашем На нашем канале Наши ресурсы-то у вас есть? Да Ну вот так Еще хотел вот В Матфея 28 Вот написано Идите и научите все народы Крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа У меня вопрос Почему тогда крестья детей? Если тут написано Идите и научите Запятая Как можно вот ребенка Никак нельзя И ребенка нельзя Никак научить Он не понимает Так почему крестья тогда родители? Ну а когда крестился Допустим мы считаем Корнилий Крестился и весь дом его Лидия крестила Степана У всех дом Что все были бесплодные? Он ничего не понимает Это завет с Богом А вот когда Аврааму Бог сказал Обрезать 8 дней Это завет с Богом А что еврейский ребенок Что-то понимал? Может быть он уже Рождался с кошельком денег? Нет конечно Такой же был ребенок Бестолковый И он однако Был обрезан В 8 день Обрезан Обрезание означало Крещение Там никто не рассуждал А если не будет делать? Истребится душа та Если ребенок Не обрезан Его надо убить было И все на этом А это прообраз Крещения Крещение Это дверь В ковщек Если Ной спасался Он всех ребятишек забрал Неужели бы он бросил? Так что тут вопрос снимается Если не верующий Крестить не надо детей А если уверовал Надо крестить Понятно Вот тоже еще у меня Один вопрос Вот у меня часто В колледже спрашивают Ну я учусь Вот если за один грех Наступает смерть В Библии написано То почему тогда В этой жизни Не оторваться по полной? Не оторваться От чего? Ну оторваться по полной То есть Вот Если за один грех Наступает смерть То Вот у меня спрашивают А почему Мы должны Идти пожить В праведности Если за один грех Наступает смерть Вопрос А в чем? Он говорит Если за один грех Смерть То почему бы нам Не оторваться по полной? То есть не вселиться Гулять Как говорится Со мной же умрем Отрывайся Только В пропасть сяда Оборвешься И все Какое это веселье Это голова на утро болит Перепил тебя Вырвет Какое здоровье Это пена тебя Прибьют Где-нибудь Тебя оберут Я не так понял Да? Вопрос Ну это не я Я не про себя Ну это понятное дело Что это не вы Я признаю Я признаю Что он мой спаситель Я этого не делаю Если знаешь Что грех Поэтому Никак нельзя Даже называть Как грех Это смерть Возмездие За грех Смерть И поэтому Всячески Надо отгребаться От него Он задает вопрос От кого-то Вопрос задает От кого-то То есть Вот сам этого не делает Ну от кого-то Я отвечаю От кого-то Это не задевай Она от тебя Эхо-то дает У меня спрашивают Зачем ты веришь В Христа Если Бога нет Как этим людям Отвечать Никак Бога нет Он не верующий Нет Ну вот говорят Что Бога нет Он Что вот сейчас Войны идут Болезни Ну вот Откройте 13-й Псалом 1-й 2-й Сих Псалом 13-й 52-й Псалом 13-й Псалом Псалтырь Написано Сказал безумец В сердце своем Нет Бога Они безумные Отойди от них Он безумный Он броситься может Он может тебя Укусить может Раз безумный Это Святая Библия Говорит Что сказал безумец В сердце своем Нет Бога Написано Неверующий Бог Представляет его Лживым То есть На Бога Говорит Что ты Бог Лжешь Где он будет Такой человек Верующий в Сына Божий Имеет жизнь вечную А неверующий Не умеет жизни Но гнев Божий Пребывает на нем Вот это Евангелие от Иоанна 3-я глава 36-й Стих Заучите его И скажите А он не верит Отойди от него 3-36 Стих Меня много Людей Спрашивает Это Особенно Мои Товарищи И они В это Ну как бы Не верят Они говорят Что Бога нету А я хочу Им доказать Это Что он есть И он Вездезущий Но как Это сделать Никак Вы отойдите Отойдите Чтобы не погибнуть Но им же Спасение Тоже нужно Если нужно Они бы пришли Им нужно С телом Ты не дашь Написано Не бросай Жемчуг Перед свиньями Перед псами Они тебя Растерзают Нужно Но однако Они все Около Христа Уверовали Многие Не верили Другие Его распинали Апостола Павла Они все Приняли 40 Киллеров Его Хотели убить Так что Желание наше Есть Молись только И все Не ходи с ними Никогда не встречайся Найди себе Добрых товарищей Все ходить Так где-то Что это даст Занимайся хорошо Начнешь Говорить с молодыми Совсем Ничего не знают Вот прыгали бы Бегали Москаляку Нагиляку Стоят Прыгают Четвертый том Четвертый том ваш А Как беседовать Это у меня Открытым оком Книги Четвертый том Четвертом томе Написано С какими людьми Как беседовать Кто-то в Бога не верит Кто-то Библию не принимает Другой говорит Я еще успею А третий Там говорит Я пробовал Да не получилось И как с каждым Беседовать Там кажется 24 категории людей Понятно Ну еще Последний вопрос Помолитесь за меня Тоже там У вас на богослужении Спаси Христос Будем надеяться Всего хорошего С Богом И вас Аллилуйя Молодец Парнишка Смотри По делу Спрашивает Спасибо за субтитры DimaTorzok